Всем привет! Вы на канале Life on Australia in New Zealand, и у нас, наконец, выпуск австралийских новостей. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал министру иностранных дел Австралии Пэнни Вонг, по большому счету, если бы я не сказал, кто из них кто, то можно было бы и перепутать, кто из них чей министр иностранных дел. Но неважно. Сказал, что правительство нового премьер-министра Австралии должно сформировать правильное понимание Китая как партнера, а не как угрозы. Встреча на полях саммита министров иностранных дел G20 в пятницу вечером положила конец более чем трехлетнему холодному отношению Министерства иностранных дел Китая к австралийским министрам и является важным шагом в возобновлении контактов на высоком уровне. В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что Ван возложил вину за чрезвычайное ухудшение дипломатических отношений в последние годы на предыдущее правительство Австралии, правительство Скотта Моррисона, естественно, заявив, что правительство Моррисона было полностью настроено рассматривать Китай как угрозу для Австралии. После смены правительства в Австралии Китай надеется на потепление отношений между странами. Но для этого, по мнению Министерства иностранных дел Китая, Австралии необходимо придерживаться четырех принципов. Принцип первый – относиться к Китаю как к партнеру, а не как к противнику. Но это как бы здравый смысл, если ты хочешь налаживать отношения. Искать точки соприкосновения, но сохранять свою точку зрения. То есть это вообще интересная вещь, довольно-таки тяжелая. Придерживаться того, чтобы не преследовать и не пытаться контролировать третьи стороны. Вероятно, имеется в виду усилия Австралии по убеждению стран южной части Тихого океана отказаться от сделок с Китаем в области безопасности. Так и участие Австралии в дипломатических инициативах США в Азии. Ну и последнее. Четвертое. Мы должны создать позитивную и прагматичную основу общественного мнения. Сказал он, имеется в виду министр иностранных дел Китая. Вероятно, имея в виду ожидание того, что австралийские лидеры будут более осторожными в своих публичных высказываниях. А также недавние опросы общественного мнения, которые показали резкое отношение в Австралии к правительству Си Цзиньпиня. Ну, как бы, что по телевизору показывают, что рассказывают, такое мнение у народа. То есть, это как бы обычное явление, ничего там удивительного. Но для возобновления отношений, потому что все-таки Китай и Австралия довольно-таки серьезные партнеры по торговле, по обмену людьми. Я имею в виду то, что очень много китайцев приезжало сюда учиться, кто-то оставался, кто-то уезжал. Одним словом, да и вообще закупка товаров из Китая идет огромная, поставка энергоресурсов идет в Китай огромная. То есть, в принципе, довольно-таки серьезная экономика Австралии зависит от китайского рынка. Ничего в этом удивительного нет. И для каждого было бы выгодно наладить отношения в правовом поле. Ну что, очередное повышение процентной ставки Центробанком Австралии привело, естественно, к увеличению ставки и четырьмя основными банками страны. Теперь ставка Федерального банка составляет 1,35%. И, по словам экономистов, будет расти. Ничего хорошего для владельцев кредитов это не сулит, естественно. Если они будут повышать, то и обычные банки, потребительские кредиты, я имею в виду на дома, на недвижимость, будут повышать соответственно. И людям придется, те, у кого уже есть кредиты, платить еще больше. Если вы на фиксированной ставке, то после окончания срока готовьтесь, что ваши выплаты увеличатся. То же самое для желающих приобрести недвижимость. С одной стороны, рост процента может подтолкнуть рынок к ослаблению и падению цен. Однако, сможете ли вы выплачивать кредит по ставке, на которую вы не рассчитывали? Самая низкая фиксированная ставка, которую банки сейчас предлагают, составляет 5,14%. В течение одного года и 6,84% на 5 лет. Это намного выше, чем прошлогодние 1,9%, которые могли оформить некоторые клиенты. Ну да, существенный рост, я бы сказал. Некоторые специалисты прогнозируют, что дополнительные годовые расходы некоторых обладателей кредитов могут составить аж до 12 тысяч долларов годовых. Это приличная сумма из бюджета семейного, я вам скажу честно. Так что, надо людям готовиться и пересматривать свои финансовые возможности. В связи с этим, многие эксперты по продаже недвижимости говорят, что начнется бешеный спрос на квартиры. Ведь их цена меньше, чем цена дома. И многие себе люди будут рассматривать попросту квартиру, как альтернативу тому, что они не могут приобрести дом теперь. В любом случае, не забывайте, что в 32-м году в Брисбоне будут проходить Олимпийские игры. И как ни крути, я думаю, недвижимость все равно будет в цене. По крайней мере, в самом городе и в ближайших регионах. И опять ужасная ситуация. И опять в штате Квинсленд. Двум женщинам было предъявлено обвинение после того, как трехлетний малыш был обнаружен в бессознательном состоянии в микроавтобусе в одном из небольших городков штата. Ребенка забрали из его дома в 8.30 утра, чтобы доставить дошкольное учебное заведение. И забыли ребенка в микроавтобусе. Обнаружил его уже другой работник, когда сел в автобус после двух часов дня, чтобы ехать забирать детей и развозить их по домам. Есть такая услуга, тем более в небольших городках, где в основном фермы и все удаленно находится. Сервис такой ездит в микроавтобус, собирает деток, отвозит их в школы, либо в детские сады. И потом в конце дня собирает развозить обратно по домам. Так вот, такая вот вещь произошла. Ребенок срочно был доставлен в Квинслендский детский госпиталь вертолетом и, слава богу, уже пошел на поправку. Уже вроде как выздоровел, пишут. К счастью, сейчас зима в штате и, возможно, это спасло его жизнь. Что нет высоких температур безумно и не каждый день солнышко. И поэтому, слава богу, обошлось. Две женщины, причастные к этому ужасному происшествию, предстанут 30-26 июля. Только недавно мы рассказывали о подобном случае, который произошел, опять же, в штате Квинсленд. Ребенок, слава богу, выжил тоже. И на всю страну прогремел этот случай. И должно было бы быть как памятка, наверное, для работников этой индустрии. И тех, кто предоставляет эти услуги. Уже ужесточения были то, что два человека должны присутствовать в микроавтобусе. Ну, или в автобусе, когда перевозка детей идет. А не один. И я не знаю, как, выполняя свою работу, ты задумываешься о своих проблемах в ущерб маленькому ребенку, который может умереть. Я вообще не представляю это. Значит, таких людей, я не знаю, надо увольнять, лишать возможности вообще работать в такой индустрии. Если ты работаешь с детьми, ты должен об этом думать. Ну, а пока премьер-министр Австралии путешествовал по Европе и посетил саммит НАТО, а также встречался с президентом Украины, в самом знаменитом штате и городе Нового Южного Уэльса, в Сиднее началось очередное наводнение. Не успела страна оклематься от февральских приключений, так вот тебе новое приключение. Большое количество людей было эвакуировано в разных частях штата, а также в различных районах Сиднее. Я выделяю Сиднее отдельно, по той причине, что в штате проживает чуть более 8,2 миллионов человек, а в самом городе Сиднее проживает из них 5,3 миллиона человек. То есть, больше половины проживает только в одном городе со всего штата. На данный момент ситуация неоднозначная. В некоторых районах вода отступила, и людям разрешили возвращаться в свои дома. А в некоторых районах, наоборот, людей готовят к эвакуации. То есть, есть адреса, есть места, где вы можете временно переждать наводнение. Если вам нужна помощь, вы звоните по выделенной линии. Всю абсолютную информацию можно получить на веб-сайте штата. То есть, если вам кому-то необходимо, пишите, я вам обязательно дам ссылку. Ну, попросту ее просто так размещать нет смысла. Кстати, эта ситуация послужила поводом к обвинению нового премьер-министра страны в том, что он не думает о своих гражданах, и мировой престиж для него дороже людей. Кому он морально был нужен во время этого наводнения, во время начала наводнения. Обвинения последовали, естественно, от теперь уже оппозиционной коалиции. Дело в том, что с момента начала наводнения ему пытались дозвониться в течение 48 часов. Это, конечно же, долго, я согласен, двое суток. И, по словам оппозиции, это неприемлемо, и поездка хоть на Луну не может служить оправданием. Премьер-министр, в свою очередь, ответил, что для страны важны и другие дела, такие, как мировой престиж, но также, как мы себя ведем на мировой арене, по большому счету. Короче говоря, катаклизм сделали очередной причиной политических игр, вот и все. Ну, а люди, а что люди? Ну, выборы закончились, и как бы о них можно думать уже после. Я никого не обвиняю, ни премьер-министра, ни оппозицию, естественно, это все политические игры. Но, если действительно 48 часов он не реагировал на звонки, тем более, если ты первое лицо страны, то, я думаю, ты должен быть постоянно на телефоне 24 часа 7 дней в неделю, потому что, ну, такая у тебя профессия, и ты должен на все эти вещи реагировать как можно быстрее. То есть, тут в этом плане я считаю, что оппозиция права. Однако, все бросить, если есть люди на местах, которые с этим борются и отвечают, тоже я не вижу смысла тратить дополнительные деньги на организацию самолета, перелета и так далее, отмены различных встреч, тоже нет смысла. Так что, тут как бы палка о двух концах. Но политика есть политика. Ну, а в Австралии корона набирает обороты, как и в Новой Зеландии. Мы уже рассказывали про Зеландию, вот теперь Австралия. По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости в штате Куинсленд. Мы часто упоминаем этот штат просто по причине того, что мы здесь проживаем. И большинство новостей, естественно, мы слышим о штате, где мы живем. И о городе, о Брисбане. Так вот, пик, скорее всего, здесь будет в конце июля, в начале августа. Пик короны. На данный момент в госпиталях штата более 700 заболевших короной и более 100 заболевших гриппом. Помимо коронавируса еще и грипп довольно-таки серьезный. Потому что я вот общаюсь с народом у нас на работе, и многие, кто переболевают, говорят, что не сильно он отличается от коронавируса по тяжести. Действительно, очень тяжело проходит, очень долго потом откашливается, все, отдышка появляется и так далее, и тому подобное. Опять же, у каждого по-своему, но большинство людей подтверждают, что переносят грипп очень-очень тяжело. То есть, какой-то такой он мощненький здесь в Австралии. Ну, что сделаешь? Опять же, призыв одевать маски, никаких других ограничений никто не собирается выводить. Но призыв к ношению масок поступает все больше и больше от медиков, от правительства, от общественного транспорта, от организаций различных. И я вот сам, я уже рассказывал о новозеландских новостях, действительно стал одевать сам маску в общественном транспорте, когда я еду на электричке. То есть, потому что действительно народу очень много, а тем более по утрам огромное количество едет людей, кто кашляет и очень серьезно кашляет. Я понимаю, что большинство это работяги-строители едут, и они кашляют не потому, что они заболели, а потому, что у них другие есть пороки, которыми они злоупотребляют, и поэтому кашель выражается вот так. Но кто его знает? Поэтому на всякий случай я все равно одеваю маску. Конечно же, она на 100% тебе не помогает, но от каких-то бацилл может быть и спасет. Так что, почему нет? Ну, а главный санитарный врач штата Новый Южный Уэльс, опять же, отнесемся к этому штату, уже сказала, что госпиталя столкнулись с наплывом пациентов, что людей в больницах с коронавирусом уже приближается к 2000. Также проблему составляет грипп, опять же, то же самое, а еще и наводнение. Еще одна вещь дополнительная. Короче говоря, один мрак и ужас, по словам всех представителей власти, что происходит. Многие заговорили о четвертой дозе вакцины. Пока это не всем, пока предлагают народу 30 лет и старше, то есть идти делать, она добровольная, естественно. Те, кто еще третью не сделал, тоже призывают в Пилане. Тут тоже такая интересная ситуация, что многие, опять же, врачи говорят, что с новыми штаммами коронавируса вакцина, по крайней мере, файзеровская, я не знаю, про другие не читал, вроде уже не так хорошо помогает. Не так хорошо работает. В то же время, по словам врачей, шансы людей с двумя прививками попасть в госпиталь на 65% больше, чем у людей с тремя прививками. То есть, ну, довольно-таки приличные 65%. Черт его знает, это опять же, сейчас сделали делом добровольным, хотите делайте, хотите нет. У меня на данный момент три укола, коронавирусом все равно переболел, но пока смысла четвертую я не вижу идти делать. Посмотрим, как дальше жизнь будет развиваться. Цены на автомобили, бэушные автомобили имеются в виду в Австралии, бьют рекорды. Нехватка полупроботниковых элементов привела к тому, что по всему миру ожидание нового авто может растянуться практически на год. И мы об этом знаем не понаслышке, потому что назад в Новой Зеландию вернуться, мы заказывали новые автомобили для родителей, и они ждали сколько? Месяцев? Ну, больше, чем полгода. Мы заказали в июне где-то так, или что-то такое, пришел он аж в марте. Мы уже уехали сюда, и только тогда автомобиль пришел. Так что, да, если вы хотите новое авто, так же мы рассказывали, как мы покупали автомобили здесь, в Австралии. Мы выбирали-выбирали, и все-таки решили, раз есть новый автомобиль, почему бы его сразу не купить? Потому что, если другую какую-то модель, бешеное время ждать. Так вот, к примеру, выделили на рынке Toyota Land Cruiser, с наворотами всякими, вплоть до того, что там можно попросту жить, да, стоит 260 тысяч долларов. Рекорд вообще 370 тысяч долларов за такого типа автомобиль. Ну, в этом авто есть практически все для жизни. Специалисты по продажам говорят, что цены на боевые автомобили в стране завышены. В то же время других вариантов попросту нет, поэтому эти цены завышены. Если вы купили авто по хорошей цене, то вам, возможно, повезло. Так что, не знаю, не узнавал про бэушные машины. Вернее, я узнавал как раз-таки. Я посравнивал и понял, что покупать бэушную машину не настолько выгоднее, чем если есть возможность купить новую. Так что, вот, вывод делайте сами. Хаос в аэропортах страны. Количество проходящих пассажиров бьет рекорды через аэропорта. В то же время работники авиакомпании не могут справиться с наплывом пассажиров. Не помогает даже разница в датах школьных каникул по стране. По идее, вроде бы разделено так. Должны люди не в одно и то же время летать. Однако, все равно народ прет. Народ устал сидеть дома последние два года и начал летать. Так Бризвинский аэропорт, например, говорит, что количество пассажиров превышает 2019 год. Когда все было налажено, и люди спокойно путешествовали. А сейчас начали путешествовать как оголтелые. Как только выходные, вернее, ну, школьные каникулы, люди поперли отдыхать и путешествовать. По крайней мере, даже по своей стране. И народ соскучился по путешествиям и не может остановиться. Если бы в эти выходные вам захотелось, например, вот которые только прошли, полететь из Сиднея в Бризбон, то самым выгодным перелетом был бы Сидней, Фиджи, Бризбон. То есть с остановкой, с пересадкой в другой совершенно стране, чтобы добраться из одного города в другой. Ну и как-то так получилось, что в новозеландских новостях, что в австралийских новостях, в конце немножечко грустноватая новость такая. Может быть, для некоторых кенгуру покажется милым, экзотическим животным, однако для некоторых это животное становится причиной гибели. В принципе, как и для животного, по большому счету. Мотоциклист столкнулся с кенгуру на трассе и погиб после этого столкновения. Его выбросило с Сиденья, с мотоцикла в момент столкновения. Естественно, бедное животное погибло тоже на месте. Несмотря на то, что в большинстве мест трассы ограждены заборами, дикие животные все равно проникают на территорию моторвеев, ну и погибают под колесами автоводителей. Так что, если вы едете, а тем более в ночное время, будьте очень внимательны. Мы пока, по-моему, ни разу не видели, но я как-то давным-давно, мы еще прилетали когда-то как туристы сюда, на трассе я видел мертвое тело кенгуру лежало. То есть, вот было такое. Мы как-то ехали с Голдкоста, с аэропорта Голдкоста ехали в Голдкост. То есть, вот это один раз то, что я видел. А так, пока на трассах никого не видел. На трассе действительно вдоль трасс везде стоят заборы, причем заборы такие, чтобы их невозможно было с той стороны перелезть. Для животинок, такие как коалы, например, кенгуру, конечно же, не полезет. А вот коала вполне себе может цепляясь, перелезть. И вот даже здесь, в нашем районе мы ездим, катаемся, и висят знаки иногда, на дороге написано «Wild Life», типа «Дикая жизнь», да, протекает здесь, в этих местах. И висят таблички. Кенгуру могут выскочить, коалы могут перелазить через дорогу. Одним словом, будьте бдительны на дорогах Австралии. А на самокате? На самокате я ехал, да, вот буквально на прошлой неделе, ехал с утра ранненько так через ботанический сад в центре города, в центре Брисбана, с одной стройки на другую. И еду, и вот то ли это апостом был, то ли это был какой-то, я не знаю, другой зверек, то ли это крыса огромная такая была, ну, что-то такое непонятное. Медленно в развалочку идет через дорожку. Я еду, и мужик на велосипеде рядом, мы думаем сейчас побежить, нифига, пофиг. Мы ехали, пришлось остановиться, вот перед нами эта животина прошла себе спокойненько и удалилась. Так что вот так вот, людей не боятся. Но это сад, поэтому там, в принципе, их и подкармливают и так далее, поэтому, наверное, они не такие пугливые. Ну, и немножечко о погоде. Вы видите, у нас солнышко то прячется, то появляется вновь. Ночью все еще прохладно здесь, зима есть зима, и вот нам многие рассказывали, сейчас говорят, в этом году вообще безумно холодная зима, впервые такое за последний, даже многие не могут припомнить, за какой срок такой холод наступил именно в штате Куинсланд и в Брисбоне. Ночью вот на этой неделе уже обещают 8-9 градусов, в некоторые дни может до плюс 7 всего опуститься. Температура, опять же, они пишут температуру, которая будет вот на градуснике, и температура по ощущениям, так вот, когда плюс 7, по ощущениям, ты 4-5 ощущаешь себя, как будто вот температура такая. Так что, ну, а днем, слава богу, поднимается до плюс 20, в районе 20, 19-21, то есть в среднем 20 градусов будет днем. На солнышке вообще прекрасно, честно говоря, очень комфортно себя чувствуешь, не жарко, классно, но как только солнышко заходит, ветерок начинает дуть, прохладненький, не очень приятно, и приходится вот одевать что-то сверху. Ну, а во вторник дождь, в среду сильный ветер возможен, потом переменная облачность, возможно, мелкие осадки, но незначительные, опять же. Так что, погода зимняя, мы ждем и надеемся, что скоро будет более потеплей, и мы больше начнем путешествовать и выкладывать наших видео. Ну, на сегодня у нас все, если вам все понравилось, ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на нас, держите нас в курсе своими вопросами, что вы хотели бы узнать, и просто комментируйте новости. Ну, а у меня все, всем пока, хорошей вам недели.